Впервые Паскаль посетил шахтерскую столицу прошлой зимой. Признается, был удивлен, когда узнал, что в послевоенные годы разрушенные шахты и заводы Донбасса восстанавливали женщины. Именно этот факт вдохновил камерунского художника к созданию огромной помады. По его словам, этот арт-объект благодарен женщинам за тяжелый и самоотверженный труд. Предмет макияжа здесь символизирует мир. Помада как цветок – новая категория красоты. Для женщин это символ свободы и мира. Воплотить идею в жизнь решились работники изоляции. Рассказывают, на разработку проекта потребовалось около месяца. В такой же срок удалось подготовить металлоконструкцию. Позаботились и о безопасности. Все просчитано, все учтено. Ветровые нагрузки, снеговые, перепады температур. Буквально все. И в том числе громозащита. Чтобы водрузить металлическую помаду на 35-метровую дымовую трубу, потребовался подъемный кран и несколько десятков рабочих. Общая высота конструкции – 40 метров. Вес помады – полторы тонны. Идея такова, чтобы то пространство завода, которое у нас есть, как-то гармонично соединить с искусством, с идеями, которые художники хотят показать обществу. Организаторы проекта рассказывают, кроме губной помады, на территории монтируют еще пять инсталляций. Их авторами стали художники из Франции, Бельгии, Алжира, Аргентины и Египта. Полюбоваться огромной губной помадой и другими инсталляциями можно будет уже с 8 июля. А вот закрывать выставку не планируют. Все арт-объекты станут частью комплекса. Каждые пять лет их собираются реконструировать. Екатерина Пороханяк, Георгий Жилич, Панорама. Продолжение следует...